На этих полках можно встретить и современные боевые машины, и те, на которых и против которых сражались советские танкисты в Великую Отечественную. Модели для выставки специально подбирались с того периода, когда танки стали уже полноценной боевой силой, хотя история российского танка началась куда раньше. Именно 31 августа 2020 года в Нижнем Новгороде на заводе Красная Сормова сошел, так сказать, с конвейера, если можно так сказать, первый танк советский. Затем история танковой промышленности начала набирать обороты, и как вы все уже тоже, я думаю, знаете, в Нижнем Тагиле в августе 1941 года был создан танковый завод номер 183 на основе эвакуированных. Вот, кстати, один из вариантов знаменитого Т-34. Такие башни были у машин с Уралмашзавода. Автор, Данил Ставцев, постарался выделить следы эксплуатации. Вмятины на крыльях, потертости на броне, а вот рядышком малютка Т-26 и тяжелый огнеметный Великан КВ-8. Кроме огнемета он был вооружен 45-мм пушкой, которую с помощью ложного кожуха маскировали под более серьезный 76-й калибр. На выставке представлено более полусотни моделей. Авторы, 8 человек, моделисты Тагильского клуба «Масштаб», представили свои работы в масштабе 1,35. Показаны на выставке представлены не только отечественные машины, но и иностранные машины, чтобы показать разнообразие вообще танкостроения мира. На мой взгляд, представлены самые интересные образцы военной техники мировой. Хотя выставка и посвящена столетию именно российского танкостроения, здесь можно увидеть технику разных стран. На этой полке, например, сошлись основные противники. Самые последние версии самых массовых танков воюющих сторон, то есть это крайняя модель «Шермана» 34-ки и «Панцер 4-го». Все они имитируют машины именно на момент 45-го года, 34-ка непосредственно на взятие Берлина. Первыми посетителями выставки сегодня стали старшеклассники из школы-интерната номер 2. Ребята с интересом осмотрели экспозицию, задавали вопросы. Планируется, что выставка проработает два месяца.